Всем привет! С вами снова Соловон, проект Планета108.com Очередное видео о том, что я делал в марте месяце Ежемесячно я публикую отчеты о том, как проходят мои дни Продвигаюсь ли я к своим целям, вообще делаю что-нибудь или нет И как я это делаю В марте месяце я бы не сказал, что у меня был особый прогресс Но... Кстати, вы заметили, что в основном я записываю свои видео в комнате Меня многие спрашивают Ты живешь в таком классном месте, ты не можешь выйти к океану Либо, скажем, на улице красиво среди джунглей записать видео Это же достаточно мотивирует Друзья, на самом деле здесь такой грохот на улице Здесь столько местных бегают вокруг, на мопедах ездят Здесь такой шум, что записать просто нормальное видео у меня не получится А таскать с собой микрофон мне почему-то в лом Поэтому я себе тихонько, не запариваясь Ставлю свой фотоаппарат на кучу книжечек Включаю видео, прячусь за своим большим компьютером И записываю вам вот такие видосы Надеюсь, на качество информации, которое подаю Такой подход не повлияет Так вот, друзья, в этом месяце Я делал следующее Бизнес и финансы Как вам известно, для того, чтобы хоть как-то прожить в этом мире Нам нужно питаться, где-то жить И минимально обезопасить себя Все это можно как правильно, через денежки Поэтому очень важно заниматься тем, что приносит деньги Первая цель Я хочу создать еще один источник дохода Запуск своего физического товара в продажу И выход на 1 тысячу долларов в месяц С продаж чистыми до 31 декабря 2016 года Напомню, что я занимаюсь многими бизнесами онлайн И предпочтительно онлайн, потому что я путешествую И мне хочется быть непривязанным к офису И очередной источник дохода Мне позволит быть так же непривязанным Быть к одному источнику дохода Потому что, ну кто его знает, что случится завтра Может быть, может быть Поэтому лучше не класть яички в одну и ту же корзинку Я занимаюсь тем, что продаю электронные книги Я занимаюсь тем, что продаю бумажные книги Я также занимаюсь тем, что помогаю людям научиться Продавать электронные книги и получать с этого деньги И я решил запустить еще один источник дохода Это продажа физических товаров на Амазоне Потому что Амазон это вообще мощнейшая система И в марте месяце с первого своего продукта Я смог заработать 664 доллара 81 цент Очень круто! Я не расскажу как, я не расскажу, что там происходило Как это происходило Но первый месяц у меня вот такой доход Это не чистыми Это просто я говорю от того, что я получил Подбивать особо не подбивал Ну хотя я подбивал на самом деле Просто мне неинтересно это озвучивать Потому что там столько деталей И это такой большой комплексный процесс Скажу просто, что процесс продвигается И в скором будущем Я надеюсь, я смогу порадовать Также своих подписчиков Новым курсом о том, как правильно продавать И главное, зарабатывать На сайте Амазон, продавая физические товары Следующая цель Организовать и осуществить поездку в США Для развития нового бизнеса до 1 мая 2016 года Пролетел я с визой в США Мне пришлось отказаться от поездки И я решил принести это дело на то, когда получится Не буду себя мучить Это не в рамках моей компетенции Просто всему свое время В этом году, я надеюсь Все, все звезды сложатся так, что я попаду в США Если не получится, то ради бога Мир огромный Следующая цель Редизайн с сайта Планета108.com до 1 мая 2016 года Так получается, что я как бы эту цель Оттягиваю, оттягиваю, откладываю, откладываю Меняю этих программистов, меняю этих дизайнеров Прошел к выводу, что нужно делать все постепенно И поэтому я разложил эти задачи на несколько этапов И первую пачку самых основных задач Добавление некоторого мелкого, но очень важного, полезного функционала на сайт Я это осуществил в марте И если вы заглянете на сайт Планета108.com, вы увидите много разных интересных фишечек Следующая цель Увеличить количество подписчиков на YouTube-канале Синтересованных в саморазвитии и изучении мира До 1000 человек До 31 декабря 2016 года На данный момент 530 подписчиков, что на 109 человек Больше, чем в прошлом месяце Было 411 И я так понял, что прирост подписчиков в два раза Что очень круто, ребята Спасибо вам за то, что смотрите За то, что шерите За то, что рассказываете об этом канале Об этом проекте Потому что, будьте уверены Я так свои денежки заработаю на Амазоне А вот вы Сможете ли вы вырваться из той ситуации В которой вы находитесь Сможете ли вы разобраться с этим Если нет Пожалуйста Читайте мои статьи Смотрите мои видео Общайтесь с друзьями на эти темы Покажите друг другу Может для вас это ничего не значит А для кого-то это спасительная дорожка Поэтому спасибо Количество растет И скоро их будет тысяча Следующая цель Провести на YouTube канале Конкурс среди Тысячи подписчиков И Победитель выиграет Бесплатный доступ К моему курсу По книжному бизнесу На Амазоне До 31 декабря 2016 года Ребята Кто-то из вас Обязательно Получит Доступ к этому сайту К моему курсу Где разложена Полная стратегия От нуля До продаж Как вести этот бизнес А также Куча Просто куча Бонусных уроков Документации Важных советов Обзоров Всех самых разных вопросов По этому бизнесу Чтобы вы могли Реально Не теряясь Сделать Выстроить свой бизнес И Решить свои финансовые проблемы В данный момент Подписчиков К сожалению Пока что только 530 Когда будет 1000 А я надеюсь Это будет Буквально уже через 3 месяца У нас Будет конкурс По здоровью Шестая цель Провести очистку организма Провести 10 дней На сырой еде До 31 декабря 2016 года Ребята Дело в том Что в конце марта У меня произошли Серьезные изменения Вообще В моем стиле жизни Мне к сожалению Пришлось Оставить Сёрфинг Я получил Несколько раз подряд Разные травмы И они вообще Не связаны между собой Но Самое последнее Это была Травма уха Я спустил Много денег Местному Уху Голоносу На разные тесты Скрины На разные лечения В общем Насколько я понял Заниматься Водными Видами спорта Мне больше Нельзя И В связи с тем Что Мне пришлось Заниматься Здоровьем Всерьез И до сих пор Этим занимаюсь Я должен был Изменить свой Так же Подход К тому Как я питаюсь И как я провожу Время Вообще Работая Отдыхая И Уже Вот Сегодня У нас 13 апреля 13 дней Как я Ем только Овощи Фрукты И Два раза Ем только Рис И То есть Как бы Я полностью Отказался От мяса От молочных Продуктов Я не ем Всё Что содержит Глютен И Я не ем Сахар Я не ем Те продукты Которые Сладкие И Так же Я не ем Разные Разную Выпечку Я не скажу Что это была Полная Чистка Что это Полная Чистка Что это Вот 10 дней На сырой Еде Нет Это не сырая Еда Всё-таки Многие вещи Я варю Я Как бы Комбинирую Я Это не сырая Еда Это правда Но Я скажу Что Такое Питание Мне Помогло И помогает Реально Решать Некоторые Вопросы Например Как Такой вопрос Как График Сна Например Отказавшись От этих Всех Вещей Я начал Нормально Спать Но Об этом Позже В общем Цель Не достигнута Я не скажу Что я 10 дней На сырой Еде Провел Но На сырой Еде Из этих 13 дней Я думаю Я провел Где-то Дни 7 Точно Я не скажу Что это было Сложно Я не скажу Что я заметил За собой Какие-то Супер Изменения Там Я не колбасила Но Есть хотелось Постоянно И это Здоровый Такой аппетит Который Просто Включал Во меня режим Комбайна Который просто Точил Все подряд Отлично По саморазвитию Я закончил Чтение 15 книг Издательства Манн Иванов Фербер До 31 декабря 2016 года Любимое издательство Издает любимые книжки И в марте месяце Я прочитал книгу Ицхака Одизиза Размышления о личном развитии Отстойнейшая книжка Не советую никому Полностью разочарован Этой книгой Не издательством А этой книгой Я прошу прощения Батарей Я села Поэтому пришлось Сначала найти Запасную Потом еще Подставить ее Закончили мы на том Что Некоторые книги Лучше не публиковать Но как говорится Тебя забыли спросить Отлично Идем к следующему Следующий раздел у нас Это намерение То есть есть не только цели Но и намерение Это когда не стоит Рвать Седалищные мышцы И то что находится Между ними Для достижения Кои чего В своей жизни Можно просто думать Об этом Желать этого Ну и как бы Постепенно двигаться В этом направлении Меньше стресса Итак Первое Намерение Это пожить В других районах Бали Посмотрим Пока что я Все так же Классически Нахожусь На своем Любимом полуострове Букит Самый юг острова Следующее намерение Встретит Новый год В горах Я к этому Максимально стремлюсь И я надеюсь Что в конце Этого года Я буду Наслаждаться Горами Смотреть на снег Возможно Кататься на сноуборде И я надеюсь Я буду в компании Своих старых Добрых друзей Возможно Родителей И родственников Посмотрим Следующее намерение Это проводить Больше времени С друзьями Полная Противоположность Тому Что я загадал Конец марта Особенно Половину марта Я провел Дома В полном Заточении Первую половину Марта Я прыгал На одной ноге Потому что Я пробил Ногу В океане Вторую Часть Марта Я просидел Дома Потому что Я Повредил Слуха Как бы На самом деле Я до сих пор Практически Не слышу На левое ухо И процентов На 30 У меня Искажу Слух В правом ухе Следующее намерение Накопить 10 тысяч долларов На дом Делаю это Очень лениво В этом месяце В марте Я сохранил Всего 248 долларов И в сумме С тем Что у меня уже было Получается 650 долларов Ну Грубо говоря С такими Темпами 10 тысяч Я не думаю Что она Собираю Потом Нужно что-то С этим делать Нужно как-то На это Больше внимания Что ли Но Но все-таки Это намерение И пока что Оно не перешло В цель И это хорошо Пусть будет Как есть Пятое намерение Ехать путешествовать По Европе Планирую Шестое намерение Пасти 5 новых стран Планирую Следующее намерение Посетить больше Концертов Пьес Музеев Выставок Пришлось Обходиться Только просмотром Пьес Через YouTube Сидел дома Никуда не ходил Восьмое намерение Больше заниматься музыкой Чаще играть в клубах Друзья Какая музыка Какие клубы Я не слышу Планирую Раздел Девятое намерение Записать Записывать Рублярные видео На YouTube Канале Чтобы Можно было Рассчитывать Хотя бы на Одно видео В неделю Я записал Семь видео Они разного типа Есть художественные Есть Не художественные Но все вы можете Посмотреть У меня здесь На YouTube Канале Многие из них О закатах Были прекрасные закаты В марте Наверное Таких красивых закатов Больше не будет Это были последние На Бали Отключают закаты Шучу Просто в конце Мокрого сезона Почему-то Вот такие классные Никогда Вот я не помню Что вот так Настолько яркие Настолько красивые Но вы наверное Видели фотки Да и посмотрите Видео Офигительные Просто закаты Десятое намерение Ежедневно Выполнять физические упражнения Любого типа Йога Турник Отжимания Либо серфинг Март был Очень ленивый В физическом плане Не занимался спортом От серфинга Вообще отказался Йога Была просто Не буду врать Пару дней В неделю В неделю В месяц Вообще Больше этим не заниматься Нужно возобновлять Все занятия Хотя бы йога Турник Хотя бы йога Отжимания Комбинировать Потому что я На этой Сырой диете Постоянные Походы к доктору Я потерял Килограмм Наверное Шесть или семь Точно Для меня это Очень Так Необычно Лучше питаться Друзья Я стал Лучше Реально питаться Я начал питаться Дома Я начал питаться Самой лучшей едой Я не трачу На остальные вещи Деньги Но я реально Решил Сфокусироваться На том Тратить деньги На еду Очень хорошую еду Много Сколько бы я не хотел Я должен есть Столько Сколько я хочу Но еда Должна быть хорошей Как я уже говорил Я отказался От Разной Выпечки Сладости Булочек Печенье Конфеток Вот этого Всего такого Шоколадочек От разного Бреда Там Всякие Мясные продукты Ну то есть Я не говорю Что это я Веган 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 Нет Я просто говорю Что после прощения После ознакомления С тем Как работает организм И что для меня Сейчас очень важно Я подумал Что для него Сейчас будет Не в тему Запихиваться мясом Поэтому Мне пришлось От этого В данный момент Отказаться Чувствую себя Хорошо Я не устаю Днем Кстати Я не устаю Днем Я очень хорошо Сплю ночью Для меня Это удивление Потому что Раньше У меня было Наоборот Я как-то Постоянно Пытался Прилечь Днем Пару раз Завариться На кровать Ночью Мне спать Не хотелось До 7 до 8 утра Я переставал Вообще Головой думать Не спал Сейчас Все нормализовалось 12 намерение Стравить График Сна Я его Исправил И 13 намерение Закончить Чтение Ветхого Завета Библии Я его Продолжаю читать Я уже На данный момент Закончил Вторую Книгу Царств Непростое Чтиво Ребята Но я Я добью В этом году Какой итог В Марте Месяце В Марте Месяце Много Пришлось Пересмотреть Своих Взглядов На питание Отношение К здоровью Еще раз Убедиться И понять И запомнить И напомнить Себе И наказать Себя И Получить уроки Получить по щам За то что я Не беспокоился О своем здоровье Раньше Кто Со мной Как я уже Говорил 1 апреля Я опубликовал Статью У себя В фейсбуке Ребята Давайте вместе Заботиться О своем здоровье Поддерживать Друг друга Не курить Не заниматься Вот этими Вещами Не знаю Кто пьет Не пейте Кто Кто Ест Всякую Дрянь Не ешьте Уделите Этому Хотя бы Месяц Посмотрите Как вы Себя Начнете Чувствовать Вы Другим Человеком Будете Действительно На самом деле Я вообще С не ем Сладкие Вечи Я себя чувствую Реально По другому Я Снизил Уровень Стресса То есть Во всем Что касается Любого Моего Отношения К любой Ситуации Я Начинаю Выбирать Режим Fight Or flight Есть такое Понятие Fight Or flight То есть Режим Либо борьбы Либо полета То есть Когда я Встречаюсь В какой-то Ситуации Когда у меня Есть выбор Как отреагировать Я могу Либо Моментально Кидаться В атаку И атаковать И Как-то Бороться С этим Либо я могу Выбрать режим Полета Расслабиться И Просто Окей Вещи так Окей Они пусть будут так Я не буду Отставить Эту точку зрения Я могу Просто делать Все по-своему Либо я могу Не делать По-своему Но Как-то Косвенно Согласиться С ситуацией Либо я могу Полностью Согласиться С ситуацией Если я Помню Что это В итоге Не переведет Ни к чему Кроме Как Потери Клеток Нервов В общем Меньше Стрессовать Потому что Сколько мне Стало Известно Я не знаю Есть люди Которые Ближе Знакомы Медицины Они наверное Знают Это Но Для меня Человека Технического Это было Неизвестно Что каждый Стресс Он Не по Наслышке Генерирует Проблемы в организме Он реально Генерирует Проблемы Потому что С каждым Скачком И с каждым Моментом Когда у вас Внутри Все Взлетает Когда вы Там Находитесь На пороге Стресса На Почечнике Во всю Прыть Вообще Со всей Дури Начинает Генерировать Кучу Разного Материала В организм Который Вот так Вот Раздолбывает Организм И Тогда В разных Местах Возникают Разные Неприятные Вещи Болезни Опухоли Не дай бог Поэтому Меньше Стресса В том числе Я реально Начинаю Понимать Что Фанатичная Охота За своими Целями Она тоже Ни к чему Хорошему Не приводит Потому что Начинаешь Болеть Этими Целями Если Ты не можешь Себя Контролировать Как Говорил Тарсунов Лек Геннадьевич Известный Лектор В древней Науке Говорится Что Если Хочешь Заработать Денег Заработаешь Болезни Поэтому Ребята С умом Подходите К этому Такой Вывод В марте Месяце Всем желаю Здоровья Удачи Успехов Ничего Что Мы Так Затянули Видео По крайней Мере Поговорили Мне интересно Как Вы Относитесь К тому Как Нужно Заниматься Своим Здоровьем Расскажите Какие У вас Подходы Чего Вы Лишаетесь Какие Вы Себе Дали Обещания Как Вы Идите Напишите В комментариях Расскажите Мне интересно Потому что Вместе Мы Можем Поддерживать Друг Друга Пока Чик